Всем привет, друзья! В начале ролика сразу же хочу выразить огромное благодарное всем тем, кто принял вызов, тот кардио-вызов, помните? Все очень и очень хорошо справились, все красавчики просто, и я очень горд, что у меня такие крутые подписчики, ребята. И сегодня мы узнаем, кто победил в этом вызове. Итак, тотальный победитель этого конкурса Богдан Еликов. Нужно было сделать 10 кругов всего, а он сделал 20. Это просто монстр. Огромный респект тебе, брат. Но, так как он сказал, что у него есть канал, но там трэшовый контент какой-то некачественный, поэтому он сказал пока, что не надо пиар ему. И следующий, значит, победитель у нас Виктор Геллер. Я пересмотрел все ваши видео, которые вы заливали в группу. У всех нормальные результаты, но у этого парня самая лучшая техника. Он выкладывался на полную и старался делать все максимально технично, за что ему огромный респект, и он получает суперприз. Ммм, начнем. Итак, рекомендую вам подписаться на канал победителя нашего вызова Виктор Геллер. Он будет снимать крутые воркаут-тренировки, обучающие видео со своим другом, и уже скоро выходит первое видео на его канале. Давайте подпишемся, поддержим парня, чтобы он начинал свое дело с успехом, с удачей и мотивацией. Ссылка будет в описании. А мы начинаем наше видео. Погнали! Всем привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим, почему умирают качки. И сразу же нужно сказать, что в большинстве случаев умирают профессиональные бодибилдеры, которые выступают на сцене и имеют огромные размеры. Первая причина, это, конечно же, стероиды, которые употребляют все атлеты, которые выступают на сцене. Если вы не знали, то каждый из них употребляет стероиды, потому что таких размеров без стероидов добиться невозможно. А вы сразу же можете спросить, стероиды вредны, что ли? Я вам скажу так. Стероиды вредны так же, как алкоголь и курение. Если злоупотреблять тем или иным, то это будет максимально вредно. Каждый профессиональный бодибилдер состоит на учете у врача. Врач ему назначает определенное количество стероидов, нормировку, да, то есть нормированный у него график, когда он пьет, какое количество и так далее. Если спортсмен хочет больше и проявляет какую-то самостоятельность, самодеятельность и пытается увеличивать вот эти дозы, то, естественно, это негативно влияет на его организм. Я не говорю, что стероиды безвредны в любых дозах. Они вредны даже в маленьких дозах, потому что у нас организм имеет такое свойство выделять определенные вещества, которые нужны для жизнедеятельности. То есть тестостерон, допустим, да, тот же, организм его выделяет в каком-то определенном количестве, которое нужно человеку. Что происходит, когда мы употребляем стероиды? Когда мы употребляем стероиды, у нас выделяется больше тестостерона, и количество того тестостерона, которое организм выделяет, просто прекращается. Организм перестает выполнять свою живую функцию, да, которая дана нам от рождения. И заменяется это все искусственным путем, и организм просто не работает. Именно поэтому бодибилдеры, они делают это все курсами, чтобы один раз курсанул, там месяц-два, я не знаю, сколько они курсят. То есть пропили эти стероиды, организм вырубается на этот момент, все мы знаем, что кое-что становится вот таким. Вот, потом, что происходит, они начинают, опять бросают эти стероиды, какое-то там время продолжительное без них находится, чтобы организм восстановил функции, и потом начинают снова. То есть, чтобы не испортить организм максимально, они курсят, это поэтому и называется курс. Никакой дурак не будет жрать стероиды весь год, например, они обязательно идут курсами. Стероиды вредны тем, что они вызывают, например, раковые опухоли, это наиболее часто, очень много спортсменов умерло там из-за рака печени, например. Также стероиды действуют негативно на сердце, перегружая его и так далее. Очень много негативных симптомов. И вы спросите, стероиды вредны? Я скажу, да, вредны. И злокачественное употребление, да, то есть, чрезмерное употребление этих стероидов, оно наиболее вредно, чем просто употребление стероидов. Это и так логично. Просто ответьте себе честно, зачем вам нужна большая мышечная масса? Почему вас не устраивает то телосложение спортивное, которое у вас есть, и которое вы можете добиться, просто тренируясь натуральным способом? Вы ничего не скажете, вы просто скажете, я хочу. У вас нет никаких определенных мыслей на этот счет. Это те стереотипы, которые навязало вам общество, что вы должны быть каким-то большим, огромным, все люди вокруг большие, ты тоже стань большим. Это все стереотипы, идеологии людские. На самом деле, в реальной жизни людям просто плевать на ваши мышцы, они на это даже внимания не обращают. Итак, переходим ко второму, это большой вес. Даже если вы не профессиональный бодибилдер, даже если вы не употребляете стероиды, но если вы натурально набрали большой вес, там, килограмм 120, даже если это не только мышцы и жир, ну, допустим, 50 на 50, да, то вашему сердцу будет максимально сложно работать. Сердце будет хуже качать кровь, кислород будет хуже поступать в разные части тела, потому что сердце работать не будет так интенсивно. А это происходит, знаете, из-за чего? Потому что сердце это тоже мышца, и оно также, как сказать, раскачивается, как и другие мышцы. Оно покрывается мышечным таким корсетом сверху. И из-за этого ему очень сложно будет качать вашу кровь. Просто представьте какой-нибудь насос, и потом его чем-нибудь сжать. Вот представьте насос, да, он качает что-нибудь, его сжали чем-нибудь, и он уже работает вот, вот так. Он не может активно перекачивать кровь, если у вас мышечные объемы, которые нужно снабдить кислородом, чтобы все тело прокачать кровью. Ему будет гораздо сложнее. И из-за этого умирают обычные люди. Наиболее частая причина смерти вот таких людей – это инфаркт, потому что сердце просто разрывается. Итак, что же надо сделать, чтобы не умереть, так сказать? Первое. Не употреблять стероиды. Опять же, я не говорю, что они вредные, но они и не полезны. Как вода камень точит, так и стероиды проверяют наш организм на силу, на прочность, на выносливость. Итак, второе. Нужно делать кардио. Когда вы набираете массу, все равно нужно делать кардио хотя бы 15 минут перед тренировкой, чтобы сердце ваше укреплялось, потому что сердце – это насос, как я и говорил, и его надо тоже тренировать. Потому что как у жирных людей сердце зарастает жиром, так и у качков сердце зарастает мышцами. И что жирным, что качкам очень сложно жить. Нужно сказать, что я не навязываю никому свое мнение. Я считаю так. Если вы считаете по-другому, оставайтесь со своим мнением. Но я говорю факты, которые я знаю. Если у вас такое же мнение, как у меня, ставьте лайк. И спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы увидеть новые видео, потому что очень крутые видео у меня выходят. Это точно. Вот. И спасибо за просмотр, друзья. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА